Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и на продаже появился МК-91 за реальные деньги, некогда премиумная тачка 9 уровня, но с обновлением 10.7 превращенная в коллекционку. Что она собой представляет, обязательно сегодня посмотрим, выкатим ее из ангара, только я со стима перейду в World of Tanks Blitz, установленный через VGC, потому что на стиме играть практически невозможно. Что касается самого предложения, то сейчас обсудим, выскажу свое субъективное мнение в отношении того, выгодно его покупать или нет. Ну а вы там уже сами определяйтесь или пишите свое мнение в комментариях. Перед тем, как начнем обсуждать, хочу сказать слова благодарности спонсорам данного канала. Ребят, огромная вам благодарочка за то, что вы есть, за то, что вы поддерживаете канал в его развитии. Спасибо вам еще раз. Итак, ребят, K91 предлагают вам купить за 20 баксов. В комплект положили 3900 сниппетов для тех ребят, которые проходят сезон 3 противостояния. Также здесь у нас есть в количестве 30 штук X5 на данную машину, что поможет неплохо поднять элитный опыт экипажа и поднять копилочки. Что касается легендарного внешнего вида, мне лично Бурн нравится очень сильно. Действительно круто заходит данной тачке. У меня, к сожалению, данного КАМО нет, но и без него машина играется в целом довольно неплохо. Что касается пяти контейнеров мистических, то в последнее время они как-то не очень себя оправдывают, поэтому сказать, что прям очень круто я не могу, но они тут присутствуют, уже большое спасибо. В районе трех миллионов серебра вы сможете сэкономить благодаря открытому всему оборудованию, ну и, соответственно, слот в ангаре для того, чтобы машину поставить, если он их у вас нет. Ну, что касается вот этого, не знаю, ребят, даже не буду комментировать, есть да и есть, на аватары внимания не обращаю. 20 баксов. Ну, согласитесь, это немало и отдавать такие деньги или нет, я думаю, что нет. Скажу откровенно и сейчас объясню почему. Почему? Дело в том, что эту девятку в составе набора, причем набора неплохого, с легендарным внешним видом и дополнительными плюшками, продавали за 10 тысяч голды. И многие игроки говорили, что для него на сегодняшний день это даже дорого. Я не считаю, что десятка голды это дорого на сегодняшний день, но считаю, что явно 20 баксов это перебор. И давайте сейчас объясню почему. Мы видели там предложение, которое, в принципе, в себе что несет? Танк, ну и, соответственно, внешний вид и, по большому счету, сниппеты. Самое ценное, что положили в наборе. Здесь за 23 доллара, то есть на 3 бакса дороже, вы получаете себе 4485 сниппетов, что уже больше, и 17 тысяч голды. За эти 17 тысяч голды вы абсолютно спокойно купите себе набор с тем же самым К-91 с легендарным внешним видом. У вас останется семерка сдачи и, по большому счету, за эти 7 тысяч голды вы уж точно абсолютно спокойно купите себе мистических контейнеров или покрутите рулетку, в которой они будут. Ну а недавно была вообще рулетка чисто на мистике. Вот такая вот, ребят, простая математика и, согласитесь, за 7 тысяч голды в рулетке на мистике вы достанете гораздо больше мистических контейнеров, нежели здесь в наборе. Ну а что касается открыть все оборудование, ну, значит, покатаете, поиграете, немножечко пофармите и откроете себе абсолютно спокойно данную оборудку. Именно поэтому я считаю, что данное предложение по цене это все-таки перебор и имело бы смысл сделать его немножечко дешевле, ну или хотя бы, хотя бы, ребят, более выгодным. Это мое субъективное мнение и да, К-91, поскольку это теперь коллекционка, можно продать, но продадите вы его за 5 тысяч золота. Переходим в ВГЦ и выкатываем машину из ангара, чтобы посмотреть, на что она реально способна. Как говорится, найди 10 отличий и отличий, безусловно, не найдете, почему перешел на ВГЦ, потому что через Steam играть не могу, а почему снимал изначально на Steam, потому что в ВГЦ нет в магазине предложений за реальные деньги. Здесь предложение исключительно за голду, ну и, соответственно, здесь не смог бы показать вам данный набор. Что касается самой машины, К-91, тачка классная, тачка прикольная, тачка интересная и в то же время многие порицают данную машину за основной ее недостаток. И он, да, действительно здесь присутствует, если из всего возможного выбирать самый большой камень преткновения в отношении порицания данной тачки. Это время перезарядки снарядов между собой в магазине, 3,5 секунды. И для многих игроков это действительно долго, но, поверьте, к этой цифре можно привыкнуть. Ну, а что касается времени перезарядки магазином, то здесь, слава богу, показатель составляет 16,3. Это гораздо круче, чем у некоторых барабанных танков на 8 уровне, а это 9. Ну и поэтому, в целом, время перезарядки барабана я считаю вполне себе комфортным, а 3,5 секунды перезарядки между собой снарядов в магазине тоже считаю приемлемым. С учетом того, что вы накидываете по 350 единиц урона и, в целом, с этим можно играть. Да, против десяток играется сложновато, но все-таки кому легко играть против десяток, кроме самих десяток. Угол вертикальной наводки тоже вполне себе приемлемый. Минус 7 вниз, плюс 10 вверх и для игры более чем достаточно. Остальные показатели посмотрим непосредственно в самом бою, куда, в принципе, ребят, с вами и отправляемся. Погнали! Ну что, ребят, поехали! Ох уж сложно нам сейчас придется, с учетом того, что против нас есть кранвага, минотавр, да и плюс еще 60 ТП. На ряду с другими танчиками в этого боя действительно МК-91 будет не настолько круто блистать. И в данном случае могу сказать следующее. Танчик своеобразный. Когда играешь против десяток на этой машине, ну, танк, знаете, так, немножко сутулясь, куда-то пытается спрятаться постоянно, пытается не показываться на глаза своим соперникам и где-то пытаться, приходится делать что-то исключительно из-под тяжка. Что же касается боев, когда ты на данной машине заходишь против девяток и уж тем более восьмерок. Вот там этот товарищ выходит. Он расправляет свою грудь и расправляет свои широкие плечи и начинает всячески показывать, какой он действительно крутой. Мне лично машина очень нравится и в ней действительно есть огромное количество позитивов. Я абсолютно спокойно привык к его времени перезарядки. Меня абсолютно устраивает скорость перезарядки магазина в целом. Да и в отношении динамики подвижности машина тоже не заставляет желать лучшего. Мне этого всего абсолютно достаточно. И даже несмотря на то, что я попадаю в какие-то бои против десяток, в которых меня абсолютно спокойно сливают, ну и понятное дело, хорошенько мнут мне бока, при этом всем, ребят, я все равно продолжаю получать удовлетворение от игры на данной машине. В принципе, чего и вам желаем. Единственное, что вам повторюсь. Я сейчас говорю конкретно о самом танке и ни в коем случае не связываю качество данной машины с ценником за тот набор, под которым этот набор сейчас находится на продаже. Отмечу следующее. Сама машина классная, прикольная и интересная. Считаю ли я данное предложение выгодным к приобретению? Нет, не считаю. Потому что мне кажется, что все-таки 20 баксов это перебор. По большому счету, я считаю, что если бы данный набор стоил, допустим, баксов там 15-16, окей, хорошо. Я бы сказал, что это в пределах нормы и можно брать. Если вы донатер и уж тем более, если вам нужны сниппеты, тогда уж тем более имеет смысл присмотреться. Но за тот ценник, за который сейчас машина стоит на продаже, я считаю, что это немножечко нецелесообразная трата. И считаю, что вам проще купить просто набор голды со сниппетами, там где можно за 23 бакса купить себе 17 косарей. Плюс еще сниппетов взять в большем количестве, нежели в наборчике с К-91. Средняком сейчас выехал из боя, но поверьте мне, когда вы играете против девяток или против девяток и восьмерок, то вы вполне спокойно за бой вывозите по 2,5-3 тысячи урона. И это не является для вас прям каким-то, ну не знаю, недосягаемым результатом в большинстве боев. Вот такой вот К-91, вот такое вот предложение, покупать или нет, решать как обычно вам. Мое дело показать танк таким, какой он есть на самом деле и высказать свое честное мнение, что я в принципе и сделал. Если вы за честность автора на его канале, то прямо сейчас подписывайтесь на этот канал, потому что нам с вами однозначно по пути. А в день на канале выходит минимум 2-3 видоса. Побежал снимать следующие видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.